Есть в Алматинской области впечатляющее и завораживающее место – Чарынский каньон. Но мало кто знает, что у него есть ответвления, ничуть не уступающие по своей красоте. Лунный каньон свое название получил из-за схожести цвета и формы скал с неземными ландшафтами. Причудливые очертания образовались в результате действия ветровой и водной эрозии. Также каньон еще называют «желтым» из-за преобладающего песочного цвета глин. Здесь сплетено множество долин, которые образуют поразительные скульптурные композиции. Неземные чарующие пейзажи создают впечатление присутствия на другой планете. Еще одно из названий лунного каньона – долина Юрт. Природа сотворила удивительные архитектурные формы, напоминающие жилища кочевников. В обнажившихся породах находят окаменелости юрского периода, а также следы первобытного человека и каменные орудия труда. Лазурный кристалл в горной огранке Высокогорное озеро Иссык расположилось на территории Иле-Алатаусского государственного национального парка. Его живописные берега окружают скалы, густой лес и цветочные поля. Как утверждают геологи, озеро появилось примерно 10 тысяч лет назад в результате горного обвала, который создал естественную плотину высотой около 300 метров. Название озера Иссык происходит от казахского слова «Ессык» – «дверь», «узкое ущелье». А местные жители раньше называли его «Жасыл-Коль» – «зеленое озеро». В 1963 году озеро Иссык было практически уничтожено. В результате схода селевого потока была разрушена естественная плотина, и река Иссык изменила русло. Но уже в начале 1990-х годов плотину отстроили заново. И сейчас озеро восстановлено. Однако его размеры в два раза меньше от первоначальных. Цвет воды в озере меняется в зависимости от солнечного света и погодных условий. Вода в нем чистая, но очень холодная. Поэтому здесь не купаются. В этом месте обитает радужная форель – рыба, выживающая только в проточной или родниковой воде. Лазурное озеро Иссык притягивает манящей красотой, где как в зеркале отражаются горы. Величественные леса с их непроходимой густотой – идеальное место обитания для животных. Здесь обитает более 150 видов птиц и около 30 видов животных. Для этих мест характерны лиственные леса, состоящие из осины, яблони, абрикоса, рябины и черемухи. Вершины же гор покрыты еловыми лесами и лугами альпийского разнотравья. Встречается немало краснокнижных растений. Захватывают дух панорамы Черного каньона. Это еще одно ответвление Черынского каньона. Отличительной особенностью этой долины является цвет отвесных скал. Глядя в бескрайнюю пропасть угольных стен, как будто и вправду заглядываешь в бездну. Это незабываемое зрелище. От края пропасти лучше держаться подальше. Любоваться ущельем можно, гуляя в долине реки и с оборудованных смотровых площадок, расположенных над отвесными скалами. Черный каньон образован рекой Чарын, которая смогла пробить в пустыне русло, обнажив скальные узоры и пейзажи. Окружающая пустыня периодически переходит в степь, и они свободно соседствуют и дополняют друг друга. Изолированность и ландшафтное разнообразие определяют богатство местной флоры и фавны. На горных склонах и дне ущелья произрастает около полутора тысяч видов растений, 17 из которых занесены в Красную книгу Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok В живописных местах Алматинской области расположилось Бар-Тогайское водохранилище. Рукотворное озеро находится в окружении гор в пойме реки Щелек. Потрясающее по своей природе водохранилище Бар-Тогай было создано для питания Большого Алматинского канала протяженностью около 160 километров, который тянется вдоль Заилийского Алатау. Водохранилище создано для накопления талой воды зимой и питания полей летом. Это тот редкий случай, когда рукотворный водоем ничем не отличается от естественных озер. Бар-Тогайское водохранилище – излюбленное место любителей кемпинга и рыбаков. Здесь водятся сазаны, караси, форель и карпы. Мраморный берег Бар-Тогая – это удивительное природное творение, от которого невозможно оторвать взгляд. Виды восхитительных гор, необыкновенных озер и таинственных каньонов захватывают дух и в полной мере передают величие природы Алматинской области. КОНЕЦ